Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском Радио. Актер, ну, конечно же, актер, педагог и креативный продюсер компании Дисней Владимир Грамматиков. Владимир, здравствуйте. Не горит лампочка, вот загорела, здравствуйте. Здравствуйте, да, вот что значит профессиональный человек. Конечно. Лампочка не горит, да. Да, Владимир, я сразу бы хотела, Владимир сейчас с таким упоением не рассказывал, только что на кухне, мы пока ждали, пока новость закончится, что у нас студентов, как это все там прекрасно. Во ВГИКе. Да, во ВГИКе, но у вас много студентов, у вас одни студенты в Академии телевидения, другие студенты, актеры во ВГИКе, вот, и вообще вы весь в молодежи. Ну, я на вас смотрю, у вас так... Да, еще шесть внуков, правнук. Ну, вот видите, у вас глаз горит, мне кажется, что вы все равно очень молоды душой. Я надеюсь. Но вы же сами знаете себя. Ну, взгляд со стороны более объективный. Да, особенно такой. Но все-таки, раз вы все время среди молодежи, давайте сегодня поговорим вообще о молодежи, о том, какая она сегодняшняя молодежь, современная, меняется ли она, какие у нее цели, какие у нее вообще ценности. Ну, как раз этим мы и занимаемся, потому что мы буквально недавно... У нас был... В эти дни сейчас идет наш альманах «Счастье – это два». То есть мы собрали денежку и просняли 7 новелл по 13 минут. Вот шесть режиссеров были девушки, один был мужчина. Вот, они закончили съемки, закончили монтаж, и уже был показ в кинотеатре «Октябрь». Большая премьера. Вот. Сейчас идет в прокате. Бесплатно. Вот я пользуюсь случаем, объясняю, кто меня слышит, что там написано «Билет в подарок». Это не за что-то подарок. Это можно прийти, взять соседских детей, взять бабушку, двоюродного брата, и всей семьей, наконец, пойти и посмотреть молодое российское кино. Но бесплатно вам в кассе дадут приглашение, билеты. А вот скажите, а почему вот бесплатно-то? Это обычно у людей, у нашего человека, я не знаю, как у западного гражданина, но у нашего ощущение такое, если бесплатно, то либо, значит, вот протухло, либо некачественно, либо срок годности. Вот, вот закончили. Согласен, согласен. И, конечно, нам нужно это преодолевать, объяснять как-то. Потому что в данном случае это все по-честному. Это очень хороший продукт, очень веселый, нежный, трогательный. Но, согласен с вами, что вот это вот бесплатно, почему-то для российского потребителя, оно, конечно, что-то не то. Значит, что-то не то. Значит, не идут за деньги. Вот что думают люди-то. Конечно, согласен. Также есть проблемка. Как-то нужно иначе слоган может поменять. О том, что билет в подарок. Даром. Билет в подарок. А нужно даром, бесплатно. Бесплатно слово плохое? Плохое, согласен. Дешево бесплатно. А вот даром. Вот даром. Дарим, даром, даром, даром. Вот правильно. Видите, очень хорошо мы нашли. Даром, правильно. Потому что подарок, это нужно принести 20 килограмм макулатуры. Нет, это приз. А подарок, это тоже бесплатно. А даром, даром, даром. Очень хорошо. Спасибо. Я думаю, что мы это будем использовать. Слушайте, так вообще обращайтесь. Мы всегда с Ленкой готовы. А я вот что хотела по поводу вот этой истории, по бесплатным все-таки закончить ее. Так почему все-таки бесплатно? Почему вы за деньги-то не передаете билеты? Потому что семейный поход в кино, он обременителен. Вообще, поймите, двое детей, еще соседский мальчик, если еще бабушка, дедушка. Это вы все время рассказываете про соседских мальчиков. А я хочу, чтобы вы брали соседских детей, потому что не все могут пойти со своими. Конечно, пусть возьмут. Они, во-первых, дружат, они дружат, они с удовольствием пойдут вместе. 5-7 человек. Понимаете, множим на 300, на 250 и конец. Вот поэтому мы... И даже попкор не купить. Компания Disney говорит, россияне, идите на молодое российское кино бесплатно. Это подарок. Ну, то есть смысл в том, что кино-то хорошее в данном случае, это просто благотворительная акция, как мы уже сказали, для семей, для того, чтобы они пришли и посмотрели это хорошее кино. Семейного просмотра, семейного посещения. Да, потому что, честно говоря, вот на всякую ерунду денег-то не жалеют. Ну... А вот на хорошее всегда жалко. Ну, конечно, это не все имеют такую возможность договориться с прокатчиками насчет бесплатного кино. Ну, это да, это вот вы молодцы. Мы поняли, что это ваш эксклюзив. Конечно. Вот. Вечерное шоу Аллы Довлатовой. Сейчас пойдем дальше. А теперь можно продолжать, потому что это все у нас идет в Ютьюбе. У нас просто чуть-чуть гонорились. Клиним микрофон, чтобы в камере мы не перекрывали. Нет, нет, нет. Да, вот так. А когда в эфире, тогда микрофон вернуется. Да, теперь... Я вас перебила. Теперь... А, ничего страшного, да? Нет, нет, нормально. У нас интершум сейчас пишется. Хорошо. Конечно, по пути мы изучаем. Ну, в основном, творческие возможности подрастающего поколения. Мы смотрим, какие драматурги, какая режиссура, на что они обращают внимание, какие темы их волнуют, какие вопросы для них важны, на какие они хотят ответить, а на какие дожди хотят вообще отвечать. Ну, вот очень странно для меня было, что драматургия современная, молодая, они не хотят заниматься человеческими чувствами, эмоциями. Они не хотят заниматься сегодняшним днем, бытом. Звездные войны? Они... Простота жизни их не волнует. Философия всевозможная. Что-то там нагороженое, но всегда очень много, сложно, непонятно. И чаще всего невнятно, вот что неплохо. Что это невнятно. Поэтому... Но это очень интересно, потому что есть очень талантливые ребята, которые действительно... Ну, они все хотят сразу переворота, они хотят сразу каких-то мощных, новых вроде бы. Превалюции. Ну, да, что вот они пришли в кино, и сейчас все будет по-другому. Вот. Ну, а на самом деле, вот то, что они хотят, чтобы было по-другому. Но правда же, за последний год кино ты немножечко так вот опустила свою планку? Ведь был период, когда... Ну, не с этого конца, потому что все равно, ну, это следовать, как в большой литературе, да, но традиции должны быть, и в кино тоже должны быть традиции. Нельзя убирать все. И Тарковского, и Феллини, и Антониони. Угу. Вот. Это первое. У них немножко какое-то прямо категорическое непринятие, все, что было до них. Да. Это неправильно. Второе. Да, никто не исключает каких-то личных взглядов на мироздание, на мироощущение. Даже интересно всегда какая-то новизна в этом плане. Вот. Но очень важно, ну, понимать, ты работаешь со зрителями или нет. Или ты самовыражаешься, тебя не интересует, сколько людей будет в кинотеатре. Ты просто говоришь, чего, о чем ты думаешь, и тебе наплевать. Слышат тебя, хотят тебя слышать, миллионы или нет. Вот тут у них путанка. С одной стороны, они кокетничные, что им наплевать, как бы, им вот это самовыражение, для них ты лично. Они не хотят, там, думать, кто как поймет зрителей, какой возрастной группы, когда начинаешь с ними говорить. Кому ты адресуешься? Все, они раздражены сразу. Чего-то так, я говорю, это уже событие. Я говорю, я выражаю себя, и это уже, извините, что я буду думать, кому я говорю, ну, ты же адресуешь, кому ты, когда говоришь, ты сборишь глаза, слушающие, ты видишь авариацию, неужели тебе это неинтересно? Нет, ну, конечно, меня это так интересует, но не очень я об этом думаю. Вот. Поэтому кинематограф, нет, это периоды, потому что и театр, и я посмотрел, и мой театр тоже, 25 лет, потом как-то на углу, какие-то имеют второе дыхание, возрождаются, какие-то и считают, вот. Поэтому и в кино какой-то период, цикл какой-то существует. И дело не в новых технологиях, то, что пришел звук, долгий, то, что пришел 3D, 4D, 5D. Дело не в этом, а дело в творцах, где, конечно, сознание, ну и, конечно, низ, который меняется сейчас с такой скоростью, что мы иногда не успеваем даже партнер понять, проанализировать, если взять последние 20 лет, мир изменился, ну, радикально, просто, просто принципиально. Поэтому кинематограф не может вне существовать, он, конечно, реагирует, но где-то не успевает, не догоняет, где-то, наоборот, желает идти с опережением, но не всегда попадает. Так что все будет нормально. Да, конечно. Это понятно, что... Лена, сколько у нас? У нас прям сейчас хлам закончится, и мы прям сразу идем, да. Да, я хотела, я нашла какие-то исследования, хотела, чтобы шпаргалку тебе, ну, не то, чтобы шпаргалку, а там цифры были. Вот они, вот они, сейчас, вот они, цифры, цифры, цифры. Короче, по поводу, вот они, цифры, значит, сравнили молодежь с 17-летним, по 5 пунктам, какие, ценности, и 31-летним. Ну, я скажу так, 17-30. Да, 17-30. Ну, очень, 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 очень. А вы с ними как раз с 17-30. Отдых преобладает над культурой. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 4-9-9. Дорогие друзья, Владимир Грамматиков сегодня здесь с нами. И вы знаете, наверняка вас называли специалистом в разной области, но в той области, в которой я вас сейчас назову, мне хочется верить, что вас еще никто и не назвал. Специалист по молодежи. Я так. Да? Согласны? Согласен. Ну, правда, мы считали... Ну, чтобы жена правильно поняла это. Ну, специалист... Человек, который начал с усатого няни, он, конечно же, специалист по молодежи. Специалист по молодежи, конечно. Тем более тогда вы сами были еще молодой. Очень. 17-й год. Сколько лет-то было? У вас тогда родился хоть один сын? Уже Егор был. А, уже был Егор. То есть вы, в принципе, всю эту ситуацию прошли... Конечно. ...прошли, на своей шкуре испытали, можно сказать. Абсолютно. Правда было автобиографично что-то? Как мужчина с детьми общается? Нет, ну я не очень хороший был отец, потому что... Дед я потрясающий, могу сказать. Просто. Вот это, видимо, компенсация. Там нянь тоже был не самый... Отцом я был не очень, потому что нужно приходить много работать, и как-то, не знаю, может быть, источковал где-то. Это, в общем, честно осознаю сейчас. Я посмотрел, как, например, мой старший сын сейчас с ребенком, с утра до ночи вместе, как они заняты, и младший сын, Коля, как он занимается двумя сыновьями. Это просто, знаете, вот, поэтому я немножко, видимо, Господь им все отдал. Вот, ну ничего, зато я, как дед, могу сказать, что все, я могу защитить себя теперь. Можете защитить дедовскую диссертацию. Как прадед, уже я получил контрамарку. Куда? Хорошее место. Правда? Прадед, да. Да, ну, все-таки, коль мы говорим, но вообще быть прадедом в вашем возрасте, это уникальное что-то тоже особенность. Так вот, мы говорим сегодня о молодежи, поскольку у Владимира целых три курса молодых режиссеров и актеров. И поэтому я не могу вас не спросить вообще о том, что собой является сегодняшняя молодежь. Я прочитала исследование, сравнивали молодежь 17-летнюю и 30-летнюю, потому что и то, и другое это молодежь. Но, естественно, ценности уже разные. Вот смотрите, для 17-летней молодежи на первом, ну, во-первых, давайте так, значит, вообще, если взять их всех, молодежь, у них на первом месте, как вы думаете, что? Ммм, достаток образования. Деньги. Деньги, да. На первом месте у них деньги. Ну, правильно так. Да. На втором месте у них? Личная жизнь. Здоровье. У-у-у, поздравляю нас всех. Вот так. Смотрите, это уже... Здоровье на втором месте. Мы ищем национальную идею, вот она, здоровье. Да. Значит, на третьем месте у них жилищная проблема. Да, это актуально очень для них. Да, дальше, возможности получения образования, они об этом тоже думают. Да, потому что это деньги теперь. И мыслят, да, они это понимают. Или повышение квалификаций, или карьера, продвижение по службе. Ну, мы все это возьмем в одно... Вот. А в принципе, вот карьера и продвижение по службе, она занимает последнее уже место. То есть образование пока выше. Значит, при этом и у 17-летних, и у 30-летних вот здоровье на втором месте. А вот на первом месте у 17-летних, как вы правильно сказали, образование, а деньги как раз-таки вот у 30-летних. Да, ну, это понятно. Ну, это вполне логично, естественно. Вот, поэтому, по большому счету, но также у них есть разница, потому что у 17-летних материальная зависимость от родителей, есть такое понятие, да. А у 30-летних это забота о детях и вообще, да, финансы, которые, вот, воспитание детей все на это уходит. Я вам скажу, я в Орленке делаю форум бумеранг. Да. Это привожу 320 детей, которые сами снимают кино, делают телевизионные программы, мультики, документальное кино из 72 регионов России. Дети приезжают. Да. На целой смены идет. Ну, мы смотрим... Какая это, кстати, смена? В этом году будет в сентябре. В сентябре это. Да, да. Это потрясающе. Как по динамике, по энергии, что там происходит. Вот. И я, естественно, пользуюсь случаем и делаю уже, там, 20 лет я этим занимаюсь, опросы делаю. Вопросы одни и те же задают ее каждый год. Ну, в том числе, что читаешь, чтобы узнать по нектуру. Да. А может, что-то подскажет интересно. Да. Что из прочитанного, по-моему, за год произвело впечатление. Ну, понравилось, да. Так вот, был вопрос такой. Что бы ты хотел, получить профессию ювелира, дантиста? Да. Или гарантию поступления в ВУЗ? Бауманку, МИМО, физтех. 10 лет назад, наверное, процентов 70-75 хотели получить профессию. Профессию денежную. Теперь поменялось. Уже лет 5, где-то, наверное, даже уже перевалило. 60% говорят, нет, хочу получить образование, а 40% профессию. Ну, это детки вам говорят. Это очень интересно. Это прекрасно, это хорошо. Да, это 12, 13, 14. Но самый ужас, то, что я еще одно исследование читала, где-то, наверное, неделю, может быть, дней 10 назад. Оно говорилось о том, что сейчас появилось огромное количество профессий, для которых не нужно, высокооплачиваемых профессий, для которых не нужно никакого, да, никакого образования. Потому что меняется очень. То есть, пока ты 5 лет будешь учиться, ты уже опоздаешь. Отстанешь. Да, да. То есть, пиар, вот какие-то вот современные. Ну, пиар еще, уже теперь все-таки можно научиться пиару, слава богу, включили. Только в практической работе. Но в ВУЗах тоже уже учат, и школы открываются. Пока ВУЗы будут учить 5 лет, уже все пойдет дальше. Но много вот таких, действительно, этих профессий. И я боюсь, что сейчас опять начнется вторая волна вот этой ситуации, когда будут говорить, что образование никому не надо. Не-не-не, все равно есть. А вот сделаем паузу, и мы продолжим эту тему. Да, да, хорошо. По информации портала Яндекс.Пробки, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки на магистральных столице. Самые крупные пробки МКАД «Внутренняя страна» от Молдогвардейской улицы до Строгино. Время проезда 56 минут. От Шереметьевское шоссе от въезда в грузовой терминал до Шереметьевской улицы. Время проезда 50 минут. Самые загруженные магистрали – Волоколамское шоссе из центра 9 баллов. Проспект Вернадского из центра 8 баллов. Реклама на русском радио. Встречайте весны. Продолжим эту тему, потому что все воедино будет. Вот я боюсь, что действительно может такое случиться. Нет, будет просто дифференциация. Дело в том, что будут все равно популярны необходимые профессии, которые требуют образования и остатки. Ну, понимаешь, врачи, доводные, артисты, режиссеры, техники. Ну, понятно, что там все это есть. И есть, совершенно правильно. Сейчас зарождаются профессии такого оперативного, что ли, динамики. И там только за счет практической работы, за счет практических дел можно совершенствоваться. И это абсолютно нормально. Вот это абсолютно нормально. Это всегда было? Нет, сейчас это особенно. Нет, нет, нет. Раньше это все равно требовало подготовки. Пускай это будет ПТУ, ФЗУ были. Да. Потом были техникумы. Потом высшие образования, институты. И сколько было научных НИИ в 60-е годы понастроили. Потому что аспирант, ну, просто это было, как плюнешь и обязательно попадешь в аспиранцию. Вот. Это была такая мода, тенденция. Поэтому, конечно, сейчас линейка изменилась. Я вижу в этом только позитив, потому что больше требовались от мудрости родителей, требуют и от ребенка понимание. Ну, родители. Чего ты хочешь? Сейчас очень важно понимание, чего ты хочешь. Ну, как вот, опять-таки, смотрите, очень, ну, то, что ладно, все артисты хотят, это всегда было. Все хотят, потому что такая профессия, да, всем нравится. Но, по большому счету, осознать 17-18 лет, 18 даже, чего ты хочешь. Я, например, свою дочь не могу сказать. Вот она сейчас второй курс заканчивает, будет переводиться на другой факультет. Вот, кстати, нормально. Вот я совершенно, я говорил своему внуку Федору, который закончил продюсерский, я говорю, относитесь к этому как первому образованию. Пойми, это не значит, что ты, кстати, даже вплоть до того, что меняешь профессию. То есть вообще другую, 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 что-то. Но, но... А вот как вы, вот он закончил продюсерское в Амкике? Да, нет, за институт культуры. Институт культуры. Каким образом вот готовят продюсеров там? Вот продюсер это кто? Продюсер это тот, кто принес деньги. Вложился в ней? Нет, 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 нет продюсер, нет, нет генеральный продюсер. Креативный продюсер какой-то, да? Креативный продюсер, конечно. Конечно. Немножко, да, у нас есть, прям скажу, немножко есть недопонимание, еще нужно здесь разбираться, потому что раньше был директор фильма. Да. Вот директор фильма это все. Вот он отвечал и за деньги, и за исполнение КПП, календарно-постановочного плана. Да. Он все-все-все. Вот. Сейчас продюсеры. Продюсеры лезут еще в творческие вопросы. Еще как? Да. Ну, это перегиб. Да, конечно. Перегиб колоссально. Как, может, режиссер, да, человек с определенным... Нет, 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 это узурпированный режиссер. Да вообще. Очень серьезно, надо сказать, что тут нужно наводить порядок. Это продюсер кино, но уже все, прошло время, нужно авторитет режиссеру возвращать. А как это сделать? Хорош кино делать. Ну, это легко сказать. Хорча, это не знаете, полка от двух концов. Ну, конечно. Да, значит, нам надо сделать хорошее кино, авторитет режиссера. Безусловно, будет авторитет режиссера, хорошего режиссера, будет хорошее кино. Не будет продюсер лезть в голову, ты же тоже сам, что он залезает ему в голову. И говорит, сюда, значит, эти мозги, сюда, эти, сюда, он же не нейрохирург. Как вот у человека картина вся, он ее видит. Поэтому он этого человека ставит на эту роль, этого на эту. Другой ему говорит, раз этого выкини, вот этого поставишь сюда. Ну, мы видим результат. Вот и мы видим результат. Нет, ну, поэтому там нужно, там нужно линейку все четко устраивать. Потому что у нас всего там два-три продюсера, которые вкладывают деньги собственной компании. Понимаете? Остальные все идут, Минкурт берут, фонды берут. Ну, добывают, это умеют, это творится. Ну, а так это же, вот, другое совсем дело. Одно дело, когда ты заработал, тратишь свои деньги. Другое дело, когда ты имеешь возможность, силы, убеждения у кого-то выключить их или получить. Да. Ну, поэтому учит их все равно по системе, как учили директоров. Все равно смета, все равно КПП, все равно просчеты точные. Ну, и что, и внук пойдет в результате? Ну, сейчас он на проекте будет реально работать, причем в самых низах. Там администратор, он должен пройти всю линейку, я сказал. Зачем? Пусть, а понимание должно быть. Понимаете, если он сразу станет, я не знаю, там, замдиректора, ну, на другом мысли будет. Он там начнет уже чего-то там кроить и какие-то, понимаете, головная занята другим. Они не заняты производством, они как-то, чтобы там просыпались. А реальные люди работают, вот где эта практика. Понять, как объект, как договориться, как подстраховаться, как скроить, так, чтобы аппаратуру, у кого у тебя взять, под какой процент, как. Это все только нужно ногами пробегать и с людьми вот так вот говорить. Это опыт, опыт, опыт. Да, по этому случаю. У меня на картине «Мил мой мил» был сын Бергмана, Даниил Бергман. Данил Бергман был у нас ассистентом-оператором. Он выкладывал рельсы. Пойдемте. Да. Дорогие друзья, Владимир Краматиков, говорим сейчас о том, через какие, по каким рельсам, по каким путям надо пройти молодому специалисту, для того, чтобы действительно освоить профессию. Да, но все-таки давайте вернемся к таким общим нашим прекрасным философским идеям. Мы говорим сегодня о молодежи, поскольку вы с молодежью близки, работаете с ней каждый день, варитесь в их соку, и, конечно же, сами омолаживайтесь от этого очень сильно. Ну, да, наверное. Вот давайте сравним. Вот можно ли сравнить, чем сегодняшняя молодежь отличается от молодежи, например, 90? 90-е. 90-е годы такие очень сложные, потому что мало кто... Не те, которые делись в 90-е, а те, кто были... Я понимаю, которые были в 18-е в 90-е. Ну, там, да, 15-16-18. Ну, просто это особое время, потому что мы не приезжали себе. Мы заложниками были каких-то глобальных обстоятельств. И молодой человек... Но тогда еще была иллюзия того, что... Мы все были из советского. Вот я и говорю об этом. У всех еще был шлейф того благополучия и той нирваны, в которой жила страна, понимаете? Ну, да, не ярко, не громко. Ну, зато так спокойно, ровненько и счастливо. Вот в чем дело. Поэтому, хотя, да, я сейчас вспоминал, там, молодыми как раз говорили о том, что нужно было стоять за сосисками и за кефиром часами. Я вспомнил, как я ездил в кухне детского питания. Если ты к 7 утра не поезжал, то ты уже ничего, уже все разобрали. Нужно стоять было в 6 часов. Я жил, мы снимали квартиру в Давыдково, и я ехал в Сетунь, в кухню этого питания, чтобы получить там бутылки. А почему из Давыдкова в Сетунь? Вот так, как кухни не было в Давыдково, это новострой тогда было. Понятно. Поэтому 90-е годы, смотрите, тогда еще молодежь жила... Ну, тогда все равно были какие-то идейные принципы, да? Наследие той жизни. Да. Это было и в общении с родителями, еще не было... Ребенок позже сказал отцу, что ты не добежал до скважины. Поколение целое выразило претензию к своим родителям. Когда сказали, папа, что ты делаешь? Не подсуетился. Да, что ты не подсуетился? Не горно-обогатительный кабинет, там где-нибудь второе лицо, или там скважину, или-или-или-или. Целое поколение, просто разрыв произошел такой глобальный, вот как раз двухтысячный. Вот. А 90-е еще были в иллюзиях, еще наследованного такого, что все будет хорошо, как русское радио. Да, позитивщики, короче. Хорошо. Тогда чем отличается нынешняя молодежь от молодежи 80-х? Более эксцентричный, более эгоистичный. В 80-е годы была потрясающая коллегиальность. На кухне собиралась компания, метро, аэропорт, 15 человек, две пачки пельменей, три бутылки. И все были счастливы. Все хотели видеть друг друга, все хотели делиться друг другом. Желание командности какое-то было потрясающее. Хотелось быть вместе. Поэтому пели песни у костров. Почему? Потому что желание было быть вместе, разделять эту жизнь, делиться. Сейчас все закрыты. Сейчас собери компанию. Дома вообще никого не приглашают. Уже мы перестали ходить в гости. Встречи? Ну да, давайте в кафе, давайте в пивбаре, давайте караоке попоем. Это совершенно другое. Но это может быть как раз западное веяние. Да это не дело в западное. Так же и в Китае, господи, происходит. Дело не в западном, а дело просто в природе человеческого общения. Если раньше, я бы спросил, в 80-е все хотели быть вместе, взяться за руки, давайте будем там друзья. Шире круг. Вот. То сейчас наоборот, отвалите, это эгоизм, понимаете? Мы на общение расходуем свою энергию. Мы на общение, мы даруем. Да. Но мы получаем в три раза больше. Вот в чем дело. Возврат в три раза больше, потому что ты услышал у кого-то, кого-то обнял, кому-то что-то хорошее сделал. И в результате ты получил от этого в три раза больше, чем ты даровал. А когда мы сейчас, как скупердяи, каждый говорит, ой, куда я поеду, там не запарковаться. Нет, нафиг вообще. Там, боже мой, и все. Миллион причин. Миллион причин, чтобы не расходовать себя. Вот вот разница. Так, спасибо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, вернемся. Ну а давайте когда сразу продолжим уже, ну и 70-е годы. Давайте сравним 70-е с молодежью 70-е. А мы здесь же прямо в Ютьюбе. А потом в эфир пойдем уже. А, 70-е? Ну 70-е это я, потому что... Или это лучше в эфир рассказать? Ну и в общем, где все равно. Ну давай, селать здесь пока. Ну да. В 70-е это я, потому что... И я счастлив своей юностью, потому что... Правда была сложность. Я как раз 70-е. Нет, это лучше в эфир, я чувствую. Сейчас мы лучше сделаем, знаете что? Неудобный вопрос. Стасик, запомни, вот здесь будет неудобный вопрос. 19-32, а потом мне потом приходит и говорит, где был неудобный вопрос. И я вспоминаю вот целый этот самый. Неудобный вопрос. Я задаю его всем актрисам, в основном. Актерам, ну в первую очередь актрисам, женщинам. Ну и естественно, когда приходит режиссер или продюсер. Когда вы стали женщиной? Нет, 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 нет. Как вам говорят? Актрисам я задаю такой вопрос. Это как прелюдия. Я их спрошу. Что лучше? Кто больше добиться успеха? Красивая и талантливая? Или только талантливая? Красивая и талантливая. Сегодня. Сегодня красивая и талантливая. Но не долгая. Успех будет. Но не долгая. Почему не долгая? Потому что красота не долгая пьется. Много причин. Много. Она быстрее взойдет, она будет успешнее, но очень короткая гривень. А не красивая? Некрасивая и талантливая, даже комбивая, тихо-тихо. Или ничего. А так и может пройдет. А так и пройдет массовкой. Сталантливая. Гордина. Да. Но к чему я вела этот разговор? Потому что дальше они как бы естественно все же красивые. Дальше они говорили, что безусловно красивый талантливая. Я говорю, а вот к вам когда-нибудь, голливудское кино, там у них этот был Ванштейн, который ужасно приставочий, против которого ополчилась вся там голливудская разница. У нас, я говорю, такое с вами было. Все, конечно, не были. Ну-у-у-у. Слег в зале. Начиная с Пырьевы ничего не было. Ну, нет, но у меня не присутствовали его. Люся Марченко. Ну, знаешь, там, да, там... Люся Марченко, конечно. Вот, так, так, вам, вот как к режиссеру вопрос. Когда режиссерка, вот как к режиссеру, или там теперь продюсеры, да? Чаще продюсеры. Да, чаще продюсеры пытаются охмурить актрису, обаять ее. А когда они ей уже дали роль, или когда ей только предлагают? Как я предлагаю, конечно. Так, и что дальше? Ну, он распускает перья на этот период. И она, значит, вроде как... Это ее уже вопрос, как она реагирует на это, конечно. Но бывает такое, что вот они обманывают, начинают сниматься, а сама ничего не... А, это надо у них спрашивать. Я не знаю. Ну, вот, если, допустим, это происходит, снимают? Нет, если уже пошла, но это, я думаю, навряд ли. Ну, уже, да, это же понятно, это по тексту. И если уже, как бы, легкие кивы головы и прочее, и два свидания в кафе, а третье у него дома, то уже, ну, что? Ну, тут уже все понятно, тут уже ясно. Ну, а вот, правда, я их спрашиваю, я говорю, а что лучше? Согласиться и получить хорошую роль? Или откажаться и не получить? Все, пошли. Дорогие друзья, говорили мы с Владимиром Грамматиковым о прекрасном, о молодежи, а в результате я решила задать неудобный вопрос, но только один неудобный будет, а все остальные кто-то снова удобный. И заговорили мы про то, как пристают к молоденьким, хорошеньким актрисам, режиссеры, продюсеры и так далее. И вот скажите, это только в Голливуде у них этот Ванштейн такой? Или у нас тоже такое бывает? Ну, нет, к сожалению, в практике, к сожалению, это к нам тоже пришло. То есть продюсеры больше, я бы так сказал, это я не в защите режиссера, но продюсеры больше и чаще практикуют это. То есть есть фаворитки, есть когда продюсер, но рекомендует режиссеру на эту роль. Вот эту вот артисту. И все прекрасно понимают, почему, что и как. И тут даже не вопрос, у них только началось, или у них это давно, и в каких они отношениях, и дарил он ей кольца с бриллиантами или нет. Нет, а дело просто вот в межпрофессиональном отношении. И чаще всего, конечно, режиссеры вынуждены соглашаться, потому что ну иначе что? Что, иначе не возьмут этого режиссера, и он не будет снимать это кино? Найдут в миллион причин снять его, подставы делают элементарно, понимаете. То есть и все. Поэтому все смиренно говорят, да, да, она очень хорошая, я ее попробую, действительно, спасибо большое. Вот и все. Это ничего тут такого нету. Ну а вот вы, как режиссер, можете оправдать актрису, что ну а что делать? Ну вот, это же ее профессия, иначе, может быть, она не смогла бы получить эту роль, а роль, может быть, даст ей открыть ее карьеры. Ну, тут сложный момент. Дело в том, что мы тогда войдем в зону, во имя какой роли можно это сделать. Вот. Понимаете? Ну и все, а это уже... А во имя какой-то роли можно это сделать? Да нет, нет, это уже, это вообще дело, понимаете, потому что Анну Каренину я сыграю, ну я тогда пойду на это дело. А вот там роль... Потому никто сейчас не знает конечного результата. Ни продюсер, который запускает картину, ни режиссер, который снимает. Кино в этом тайна. Иногда от хорошего замысла, от хорошей идеи остаются рожки и ножки. А иногда вдруг происходит чудо, какая-то магическая вещь, когда все соединяется, и думаешь, боже мой, а как это вообще получилось? И как быть заложницей этих обстоятельств? Понимаете? Нет, поэтому все равно это чревато в последствиях, как говорил мой капитан в армии. Громадников, ты идешь в увольнение, аккуратнее, гражданка может грозить тебе чреватостью в последствиях. Да. Вернемся к 70-м. Отличается ли молодежь нынешняя от молодежи 70-х? Ну, радикально совершенно, потому что 70-е, это практически моя юность. У меня был сложный период, я вернулся из армии. Я в 66-м году пошел, в 69-м демобилизовался. Я последний, кто служил три года. Вот, и пять лет поступал во ВГИК. Да, вы не прошли сразу, но потому что вы не из режиссерской семьи. Ну, там много причин. Вот, ну, потом я хотел очень поступить, и с Шпаргалкой меня один раз поймали, я списывал. А что вы умудрились списывать во ВГИК? Ну, там что-то с сочинением мы тогда сдавали, да. Я прошел мастерство, я все время проходил. Все проходили. А когда вот эти экзамены, которые могли вообще свалить меня... Подождите, вы из такой приличной семьи, вы же должны были хорошо учиться в школе. Три года в армии ты уже от программы отстаешь. Да нет, потом фамилия грамматиков, я допускал ошибки. Я какой-то рассеянный. Я это знал, поэтому я не хотел, чтобы пролететь на этом. Ну, понятно. Меня поймали. Потом к Таланкину поступал, там что-то мы с ним немножко... Он дал задание, письменное задание, восьмичасовое, как я пришел к мысли стать режиссером. Ну, вот. И я там написал такое не очень. Ну, я сказал, что вообще провокационное задание. Я не могу быть откровенным на сто процентов. Получается, что я должен что-то вам изобразить. Ну, вот я вам изображу сейчас там на пять страниц, как я пришел к мысли стать режиссером. Его это зазлило жутко. В общем, очень короче, пять лет. Но не было у меня тревоги какой-то. За будущий сезон. У меня не было. Я был уверен, что произойдет, что все будет. Потому что моя энергия, мое внутреннее желание перекрывало все абсолютно. И вот это общение... Потому что мы спали по 3-4 часа. Это не только политехнические там и маяковках. Но это шурня шла. Переезды, вот эти гости ночные. Это сейчас сказать, молодому человеку, какое такси. Мы ездили на поливальных машинах. 12 часов в Москву выезжали поливальные машины. До 6 утра они даже были полить улицы. Какой там улицы. Они все развозили. Хоть в Останкино. Конечно. Конечно. Хоть в Останкино с центра или обратно. Были поливальные машины. Потому что такси были недосягаемые. Там было всего 15 штук. Вот. И это было такое желание. Извините. Я думаю, почему у нас не убирает ночью город? Ну, снег выпадает. Они, наверное, тоже развозят студентов. Навряд ли сейчас. Да? Вы так думаете? Думаю, навряд ли. Сейчас мы песню послушаем, вернемся. Дорогие друзья, Владимир Грамматиков сегодня здесь с нами. Я рассказывала за пределами эфира о том, как я сегодня снималась в программе ДНК. И я говорю, что такое в жизни происходит. Мне казалось, что такое только очень изощренный драматург может написать. Нет, жизнь, самая изощренная драматург – это жизнь. Это правда. Да, потому что такие бывают иногда мотивации обстоятельства, что никогда никто не придумает. Это действительно. А вот скажите, третий будет у вас альманах счастья? Очень хороший вопрос, потому что мы паузу не делаем, а сейчас начали думать уже, как быть, как его построить и как его сложить. То есть будет? Да, он будет, и он немножко будет другого формата. Какого? Ну, нельзя еще пока. Пока нельзя. Ну, хорошо, а когда? Нет, сейчас мы только будем вести переговоры. Значит, нам нужен такой партнер, специальный партнер для этого льванаха, такой мощняк. Вот, но уже мы практически нашли. Ну, когда уже вы закончите переговоры, все это придете? Значит, снимать мы будем не раньше, чем осенью или туда. Не раньше. Ну, в общем, я на гастроли не еду. А то в прошлый раз я профукала роль. Да, да. Да, уехала на гастроли, профукала роль. Точно. Ну, все. В общем, осенью, зимой на гастроли нельзя. Ну, конечно, вы будете в курсе. Уж русское радио будет в курсе. Да, это правда. Я надеюсь, что мы снова будем участвовать в этом проекте, потому что так много участвовать в этот раз. Слушайте, вот у меня такой вопрос, не могу его вам не задать. Тем более у вас такая мужская профессия, режиссер. Скажите, как вы относитесь к феминизму вообще? Вот к тому, что женщины сейчас занимают лидирующие роли? Или все-таки не надо им туда соваться? Пускай рулить продолжает мужик. Ну, я вам скажу даже больше. Если бы сейчас были выборы в России президента, я бы рекомендовал, чтобы была женщина у нас президентом. Завалитина Ивановна? Я сказал, женщина президента. Да. Вот. И, значит, почему? Потому что нужно убраться в доме, успокоить всех, никого не пугать, не стращать, а тихонько-тихонько просто как-то всех приголубить. Мы так нуждаемся в этом. В тишине, в покое и какой-то нормальной человеческой жизни. Я абсолютно за, и если посмотреть историю России, то в очень тяжелые времена всегда приходила женщина, которая наводила порядок, да. И, видимо, сейчас мы вошли в этот период, и я абсолютно это понимаю, разделяю и поддерживаю. То есть женщина на лидирующих ролях, это хорошо? Да, да. Однозначно просто. Мужик дрогнул, мужик как-то потерялся после 90-х. Что-то у них выше была почва, уверенность, самостность. Вот, но так в природе устроено, что женщина, как мать, она лидирующую позицию занимает, и это понятно и объяснимо. Ну, по крайней мере, мне. Ну что ж, спасибо. Вот так вот быстро у нас закончился разговор. Я пойду вас снова уговаривать на танцульке, а Леночка там со своим делом. Счастливо, дорогие слушатели. Спасибо большое. До скорой встречи. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.